итак приветствую на канале сегодня мы очень коротко поговорим про смартфон black view а85 6.5 дюймов full hd классический у нас дисплей со отношением сторон 20 на 9 это такая длинная лопата 90 герц и ps это все такая классика жанра android 12 унесок t606 как можно в предыдущих выпусках вы если это такой очень очень бюджетный процессор но который еще иногда что-то может 8 гигабайт оперативки они сюда запихнули 128 индийского накопителя ну и с точки зрения каких-то реальных характеристик на самом деле дорогие друзья этот телефон не предоставляет какого-то большого интереса не может предоставить как будто выдаешься функционала все очень слабенько примитивно 50 мегапикселей основная камера есть литра шерик ну в общем то вроде как неплохо но при этом какой-нибудь условный micro usb порт быстрая зарядка 18 ватт 164 миллиметра то его длина высота 16 сантиметров у вас в кармане представлен он буквально несколько месяцев назад вот такой смартфон ну и дизайн задней крышки вроде достаточно нормальный нас лицевой панель это классическая капелька большой подбородок в общем то все очень примитивно и достаточно не скажешь высокой или серьезная цена но ничего сверхъестественного не произошло этот смартфон просто продавцы выровняли до уровня каких-то бюджетных nokia motorol даже до бюджетных самсунгов по отношению например к каким нибудь основным конкурентом типа компании у кител друге и так далее с бюджетными реалми он также сопоставим научитесь на что тут маркетингово засунули 8 гигабайт оперативки в общем то когда вы будете в youtube и там будет в 85 вам расскажешь это смартфон за 100 баксов понимать за 100 баксов в этом за 100 баксов получаете крутые характеристики еще у вас очень 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 давних времен всегда было такое что цены которые показывают на ю тубе они очень быстро перестают быть актуальными и вы если что-то и заказываете то уже по значительно более дорогой цене и вот эти все эти разговоры про 100 баксов про какие-нибудь smart часики часики хуясики за какие-нибудь там 15 12 20 долларов всегда заходите она всегда стоит ну какую-то серьезную цену плюс-минус то что и в местных магазинах и вот эти вот ролики там двух трех месячной давности просто баксом но не не соответствует тому понимаете вот его цена здесь 55 с половиной я заходил на алиэкспресс по этим ссылкам я находил его там за 5 тысяч за 4 800 и так далее это одна из причин почему я не делаю какие-то ролики где будут присутствовать там лицо голова руки-ноги там и так далее потому что смысл что-то делать рассказывать про какой-то алиэкспресс с довольной рожей там сверкать в экране если это просто ну чистый обман и можно сказать такая дезинформация лукавство есть каналы которые строят свою как бы карьеру свою деятельность на обзоре какого-то хлама с алиэкспресс а причем 90 процентов цен никогда не совпадать я делал обзор на какой-то очень и очень дешевенький то микрофончик на какой-то чехольчик условную там какую-нибудь там катушку для удочки и так далее блять никогда эти цены не соответствует мне люди захочешь из месяц пишем к что ты нам сказала но вообще все не так я перепроверил действительно это какая-то хуета потому никаких этих обзоров этих у каких-то отзывов каких-то цен этих ссылочек я на них сам не ведусь их не оставляю потому что это все не соответствует действительности фактическая его цена 5000 ну может быть вдруг кто-то действительно теоретически найдет его на алиэкспрессе за сто баксов за сто баксов вот эти вот так можно его можно брать ну хотя сто баксов это тоже ну такие немаленькие деньги они на дороге не валяются не нужно подумать посмотреть характеристики здесь не выдающиеся в общем-то достаточно все просто если вас этот дизайн устроил если вы действительно нашли за хорошую цену и вам кто-то подарил ну это вот такой вот вариант может на сказать в качестве первого смартфона либо наоборот уже запасного не основного потому что вот так на постоянной основе брать его из расчета что будет им пользоваться полтора два года ну я не знаю даже если он с точки зрения памяти там много какая-то камера там еще более-менее ну теоретически она конечно здесь не выдающийся на она может вас удовлетворять то вот этот вот процессор в сумме с андроидом 12 я сомневаюсь что он будет какие-то приложения очень очень длительное время поддерживать опять же все смотрят только на частоту на количество ядер в любом процессоре там видеокарте еще где-то очень главное какие наборы инструкции они поддерживают какие они технологии поддерживают какие-то например direct x11 direct x12 api вулкан и это если мы говорим про компьютеры ноутбуки так же самое тут же api вулкан он есть на смартфонах так же самое эти все эти технологии какие-то там битные 64-битные так далее но это я вкратце объясняю если процесса просто не тянет видео кодеки аудио кодеки там например то вас будет звук заикаться картинка от звука будет отставать понимаете это все ни о чем если этот процессор сам по себе дряхлый вы наставите туда программ с искусственным интеллектом а тут процессор блин двух-трехлетней давности самый бюджетный этот какой-то искусственный интеллект ну слабо с этим можно сказать сочетается какие-то вычислительные способности этого процессора они находятся на низком уровне поэтому не стоит обольщаться даже если вы за 100 долларов найдете его это смартфон который выглядит работает соответствует тем спецификациям которые применимы для ультра бюджетность это даже не бюджетник это ультра бюджетник здесь на сайте так и написано это ультра бюджетник ничего с него ждать не стоит и покупать какие-то 6 7 тысяч я бы не стал я не могу сказать что я там сейчас что-то прям на скидку вам порекомендую например но и те люди кого можно сказать не смущает наличие какой-то там рекламы каких-то вот там стройных оболочек там каких-то интересных моментов от xiaomi также пока так все уме их уже почему-то не любят и люди заказывают обзоры вот на такие смартфоны люди пишут на форумах что-то вот спрашивают а стоит ли покупать такой смартфон потому что к сяоми глюшу к сяоми говно посоветуйте мне какой-то другой смартфон ну и люди начинают друг другу эти блэквивы аукетел кубат советовать хотя по моему мнению если сяоми даже реклама если там есть какие-то моменты то у сяоми хорошие батарейки достаточно качественные экраны громкие динамики нормальные зарядки сяоми да не могут там где-то память подъедать вот эти вот тяжеловесные оболочки какие-то там на сказать шероховатости в прошивке но тем не менее они своим спецификациям соответствует и какой-нибудь даже среднестатистический xiaomi 2-3 года работы я бы взял пока м5 опять же если брать с китая то он тоже достаточно недорогой здесь helio g99 который раза в полтора-два мощнее памяти здесь 4 да это можно сказать маловато можно взять еще 628 но уже будет дороже камера 50 мегапикселей быстрая зарядка 18 ватт bluetooth версии 53 вайфай 5 есть nfc с инфракрасный порт это фишка xiaomi usb type-c обычный смартфон проходной в общем-то но он своих денег стоит и действительно на этом процессе он хоть что-то может показать вот эти блоки выберу только очень-очень дешево за какие-то купоны на каких-то распродажах опять же люди которые сутками сидят на алиэкспрессе и и отловят вот этот тот момент когда там в течение 10 секунд можно что-то купить потому что если вы базово нажимаете на куда ссылку вам там такую хуйню будет реально втюхивать что я бы не велся на это все и здесь бы не покупал этот смартфон за 5000 если здесь что-то и покупал бы то скорее всего за те же деньги можно найти устройство по интереснее такое было мое мнение всем пока